Приветствую вас и обычно ревность очень плохое чувство, очень разрушительное, деструктивное, негативное, но в вашем случае оно более естественно. Почему? Потому что вы всегда знали, вы вероятно даже этого не осознавали, но чувства ваши к мужчине, они по-прежнему есть. Они никуда не делись, они по-прежнему имеются и ревнуете вы потому что, ну по сути, позволяете любить своего мужчину. На это указывает все, начиная с того, что вы хотели своего другого уже молодого человека переделать по образу и подобию, правильно сказать, своего предыдущего молодого человека. И оканчивая тем, что вы сейчас чувствуете. У вас получается такая немного противоестественная реакция, противоестественный конфликт. Когда вы начинаете колюбить и в принципе хотите с ним быть, но при этом вы отвергали его желание начать с вами отношения, его предложение об этом. И в итоге получается, что сами его теперь потеряли. Или, по крайней мере, начали действительно терять. И вы знаете, в этом случае вам нужно либо для себя осознать, что причина, по которой вы расстались, не настолько серьезная, и ее можно все-таки распрещать, устранить и преодолеть. Если проговорить эту причину, если проработать ее с психологом, например, и так далее. Либо, собственно говоря, отпустить мужчину, поняв, с чем он так сильно вас привязал к себе. Потому что ревность это, по сути дела, зависимость от человека. Ревность это определенная потребность, которую вы реализуете через своего мужчину. И поскольку раньше вы все-таки эту потребность хоть как-то удовлетворяли, то сейчас, к сожалению, ни о каком удовлетворении этой потребности речи вообще не идет. Потому что вы видите, что мужчина, ну, объективно, уже живет дальше. И вы чувствуете, что его теряется. А так раньше он был у вас как бы, ну, что-то вроде. Вроде того, что у вас он был под боком. Вы чувствовали, что он все равно с вами, что он как бы не совсем естественно с вами. Но, тем не менее, все равно он принадлежит вам. А сейчас вы понимаете, что мужчина-то отдаляется, и это вызывает у вас как раз-таки ту самую ревность, которую вы сейчас вкусили. И вам нужно, по сути дела, для себя хотя бы сделать выбор, вот выбрать, что же вы хотите. То есть, либо вы мужчину отпускаете окончательно и позволяете ему жить своей жизнью, но при этом та потребность, которая у вас к нему есть, удовлетворяется вами напрямую. То есть, вы понимаете, что с этим человеком эту проблему не удовлетворить. Ну, да. Удовлетворяется ее самостоятельно, дабы не быть независимым от него. Либо вы осозляетесь с ним проблемой. То есть, конкретно, сейчас вы идите с ним и говорите, что я понимаю, я хочу быть с тобой, да мы обговорим проблему, значит, по которой мы расстались. Или для начала делаете это со специалистом, а потом уже высказываете свое отношение к парлам. То есть, просто вот по переписке вы начинаете сам уже с ним общаться, сами уже выстраиваете с ним отношения, а постепенно занимается больше и больше места в его жизни. И таким образом, вот именно таким путем, вы как бы показываете своему мужчине, что вы вновь хотите с ним быть. Это очень важно, чтобы он видел, что он вам дорог, что он хочет быть с вами, и что вы как бы осознали, что вот причина, по которой вы расстались, она не так важна и для вас она теперь обрела другое значение, вы уже не так сильно на нее обращаетесь в свое внимание. То есть, тут же вам выбирать, либо вы начинаете просто молодым человеком активно общаться, чтобы показать ему, что вы хотите с движением с ним, и воспользовавшись случаем, вспомнить об этой проблеме и показать ему, что вас она больше не волнует, либо вызвать его на разговор самостоятельно по поводу этой проблемы. Тогда придется действовать максимально искренне, максимально открыто, это достаточно рискованно. То есть, вы можете просто-напросто оказаться перед унижением. То есть, вот вы человеку раскроете все свои чувства, да, скажете ему, что я осознала, я без тебя не могу, я там все поняла, а он вам скажет, ну и что? А у меня уже другая девочка, я ее не брошу. То есть, получится так, что вас растопчут. Это сильно большой риск, и чтобы такого не было, чтобы не было этой психотравмы, вам все-таки я рекомендую вот именно постепенно налаживать с ним общение. предварительно, ага, проблему, из-за которой вы достались, обсудим со специалистом. На этом все. Надеюсь, запомогу вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.